Только что узнал, что на меня будет снимать разоблачение отец Евген, он говорит, что я гей какой-то заднеприводный, что я постоянно типа голый майкер, мой на алко-стримах. Удачи ему, пусть снимает, все же вы прекрасно знаете, что мне девочки нравятся. Всем привет, братья и сестры, на связи отец Евген. Кажется, мы с вами начали забывать, как выглядит настоящий кринж. По многочисленным просьбам моих подписчиков, мы сегодня с вами окунемся в поток самой настоящей отборной кринжатины. Ну и пока один очень популярный ютубер пишет сценарий для ответа, я вам приготовил очередную годноту. В этом ролике, кстати, Келли для тебя кое-что вкинул, надеюсь, ты посмотришь и поймешь, о чем я. Сегодня я расскажу вам о том, как обычный с виду фрифайерщик, окреленный желанием стать популярным и богатым, превратился вот в это. Я лову снять трусы, братан. Сегодня на моем операционном столе никто иной, как студент ФФ. Ну а для того, чтобы разобраться в вопросе трэш-стримеров более детально, я пригласил к себе на канал настоящего эксперта, автора ютуб-канала Слыш. Здорово, Евген, здорово, уважаемая аудитория. Который расскажет тебе, почему сегодня все эти фрики настолько пользуются спросом у зумерков. Ну а начнем мы эту замечательную историю с нашего пациента. До недавних пор я толком ничего не знал об этом персонаже. Я слышал о том, что есть на просторах ютуба некий парнишка из Украины, который делает контент и развлекает народ на своих стримах. Что там конкретно происходит, мне никогда не было интересно. Спойлер, все очень хуй. Но очень многие на стримах просили меня зайти к этому студенту на канал и посмотреть, что у него происходит. Но признаюсь честно, я не особый любитель смотреть стримы фрифайерщиков по фрифайеру. Потому что на них все одинаково. Стример сидит, играет с подписчиками в рейтинг, возможно проводит там комнаты какие-нибудь и общается на темы, которые честно мне не особо интересны. Но однажды из-за многочисленных просьб, все-таки зайдя на канал студента, я понял, как же я, мать его, ошибался. Снимаю шорты, а потом снимаю трусы. Изучать бурную биографию студента в этом видеоролике мы с вами не будем. Потому что как фрифайерщик он особо ничем не отличается от своих коллег по цену. Мы сегодня с вами посмотрим на то, как человек, жаждущий славы и легких денег, может опуститься на самое дно каких-то моральных и нравственных норм. И превратиться вот в эту. Ну а перед тем, как мы с вами начнем, обязательно оформим подписочку на мой канал. И на канал нашего гостя свыше. Нас уже почти 250 тысяч. Это реально огромная цифра, за которую я тебе говорю прямо сейчас спасибо. Не забывайте лайк. Сразу же хочу сказать, что при подготовке к этому видеоролику мне пришлось обратиться к услугам профессионального психолога. Потому что бесследно просмотр контента от студента не проходит для человеческого здоровья. И поскольку я прямо сейчас на препаратах и транквилизаторах, мы сможем снова окунуться в мир студента. Который, мне кажется, может с легкостью стать новым кругом ада у Данте. В общем, сколько ни откладывай и не растягивай хронометраж, а рано или поздно все равно придется приступить к просмотру. Поэтому, да пребудет с нами сила. Аминь, йогт. Курин. На сегодняшний день на основной канал студентов ютуб подписаны 12 тысяч человек. Да, это не особо много по меркам популярных стримеров. Но сам факт того, что вот это вот смотрят даже 12 тысяч человек, не дает мне покоя. Суммарно на канале студента больше 300 тысяч просмотров. 300 тысяч просмотров. Небольшой перерыв, чтобы прийти в себя и увидеть, что в мире есть что-то прекрасное. Кроме жопы студента. Давайте разберемся с тем, что мы прямо сейчас увидели. Сам студент утверждает, что это не что иное, как просто образ, который направлен на то, чтобы веселить аудиторию. Самые обыкновенные видео. Обыкновенные видео студента. Поснимаем, блядь. Я мне показала. Я показал, что в АТ. Реби меня, нахуй. Ты можешь жесткой, блядь, нахуй. Сейчас отведите. Ну да, обыкновенней некуда. Особенно мне нравится в АТ. Это то, чтобы сегодня, блядь, друг друга в жопу. Ты не будешь меня? Ну очко разовет. Разовет? Давай. Стоит отдать студенту должное. Я всегда уважал тех, кто открыто заявляет о своих сексуальных предпочтениях. Они лебезят, тому не отмазываются, как некоторые. Изначально, еще в самом начале своей маленькой карьеры на ютубчике, студент особо не выделялся на фоне своих коллег по цеху. Он просто играл в Free Fire. Худо-бедно лутал свою аудиторию. Но когда в параллель с игрой в мобильную игрушку наблюдаешь за успешно развивающимся так называемым движением трэш-стримеров, поддаться соблазну и не попытаться повторить успех более популярных ютуберов, практически невозможно. Именно это направление студент и решил первым в комьюнити Free Fire принести в игру. Контраст между студентом версии 2020 года и студентом нынешним просто неимоверный. Это студент версии 2020. Одно из кадров у меня так. Хм, вот он. А это студент сегодня. Буква Р. Развитие. По поводу такого направления, как трэш-стримы и почему это сегодня пользуется успехом, лучше всего расскажет вам Свэш. Если честно, то пик популярности трэш-стримов, мне кажется, был года 2-3 назад. Сейчас они встречаются крайне редко. То ли аудитория это надоела, то ли ютуб просто стал за это банить. После сами знаем каких случаев. Там из серии закрыл девушку на балконе минус девушка. А осуждаю. Сейчас, я бы сказал, популярнее становятся бои фриков. Вы, наверное, видели всякие пресс-конференции с Мурадами, с Воджелинками, когда фрики не просто трясутся на камеру, а дерутся друг с другом в реальном бою. Вот это сейчас, на мой взгляд, набирает популярность. Очевидно, это бабки, это просмотры. Для этих людей просто нет другого выбора. Им кроме как творить трэш, творить грязь и получать за это бабки, единственный вариант заработать, это идти на завод. На мой взгляд, кто смотрит такие вот бои, бои фриков, те же самые трэш-стримы, как бы так сказать. Ну, я таких людей не понимаю. Я пару раз случайно натыкался на такие стримы, заходил туда. Я не выдерживал потока грязи, мерзости, колхозности. Мне просто физически становилось неприятно. Я чувствовал то, что причастен к тому, что происходит на экране. Чувствовал свою ответственность. То, что я своим просмотром это поддерживаю. И на мой взгляд, если на таких стримах творится реальный трэш, где люди причиняют себе или другим боль, то такие стримы и таких людей надо блокировать. А если ничего прям совсем трэшового нет, то такие стримы лучше игнорировать. Чем смотреть на очередного Ваджелинка или Гриша Полное ТВ, лучше бы занялись чем-то полезным. Ну или смотрели наши с Евгеном видосы. Кстати, у меня на канале с Евгеном тоже вышло совместное видео, поэтому обязательно переходи по ссылочке. Вот все мы сейчас дружно над студентом смеемся, а лично мне кажется, что у него дома давным-давно пора сеанс экзорцизм организовать. Он возвел свои профессиональные навыки в абсолют. И увидев однажды, как аудитория других популярных ютуберов приходит к нему на стрим и донатит ему, он возвел свои профессиональные навыки в абсолют. И поставил это на конвейер. Да, подобный трэшак быстро набирает аудиторию и приносит какие-никакие деньги. 150 рублей за рюмочку? Херня вопрос. Люди очень быстро надонатят тебе, чтобы ты набухался на потере сознания прямо на стриме. Но у такого рода контента есть одна проблема. Он точно так же быстро надоедает людям. Я, как обычно, до самого конца хочу быть объективным в своем роли. Потому отмечу, что у студентов в контенте есть не только кринж и распитие алкогольных напитков. Стриптиз. Демонстрация лохматой мошонки между ног. Бои без правил. По яйцам бей, по яйцам. Дефиле. Также здесь есть и развивающий контент. Просто мы обычные пацаны с обычных семей. Некая философия. В которых не было там ни тачек, ни х**. Вот как выглядят самые обычные пацаны. Без тачек, без бабок. Просто как есть. Студент вообще постоянно говорит о своей простоте. Да, порой за него говорит алкоголь. И порой эта простота превращается в оскорбление всего и вся. Но и тут у него всегда есть одна рабочая отмазка. Какой вчера оскорбил, перед всеми извиняюсь. Реально извиняюсь, потому что я вчера вообще ничего не помню. Не, ну а вы попробуйте каждый день делать алкостримы. И херачить водяру литрами, как студент. В принципе, логично. Попробуйте, и сразу пацана поймете. Я реально типа ничего не помню. И самое забавное, что это работает. Ну а если среди небольшой аудитории найдутся те, кто все-таки заподозрит неладное, и примет оскорбление близко к сердцу, то всегда найдутся те, кто заступится за студентика. Я тоже студент понимаю. Он на него обидит, что он, мать его, тронул. Ну, вот сколько добра он вам сделал. Не, нормально, мать мой ебанки, ничего страшного, братан. За такой крутой контент прощают. Может, еще рюмочка? Он бухает, кривляется, танцует стриптиз. И вы меня спросите. Евген, а что ты вообще до студента докопался? Ну, нравится ему такой образ жизни. Пускай. Я, собственно, с этим согласен. Сегодня в интернете полным-полно персонажей, которые рожают подобного рода контент. И это смотрят, это пользуются спросом. И мне честно, далеко до лампочки до этих людей. Я лишь этим роликом хочу показать вам то, что бывает, когда жажда легких денег, в прямом смысле этого слова, вызывает деградацию в обществе. Когда я сказал, что готовлю обзорный ролик на студента, многие мои подписчики начали недоумевать. А за что, собственно, снимать на него? Почему? Ведь студент такой же, как ты. Он нормальный. Снимает трюссы. Такой же, как я. Ты супер тебе в рот дал, и ты не видишь. Нормальный. Может быть, я чего-то не понимаю? Может быть, мы с вами живем в разных мирах, где понятия нормальности чуть-чуть отличаются. Подышь. У меня, по крайней мере, все футболки в шкафу целые. И вот смотря на все это, вспоминая тех людей, на кого я уже делал свои разборы, мне становится понятным лишь то, что я незаслуженно называл всех их самыми зашкварными. Вообще, очень забавно, как подобные студенту люди получают поддержку от своей аудитории. Ему в этом плане можно только позавидовать. Какую бы херню Владосик не исполнял на своих стримах, его всегда простят. Но ведь он был пьяный, камон, это алкоголь. Но раз это алкоголь, а чё же вы тогда жабку щемите? Может быть, в той банке с десятками потных бордатых мужиков он тоже был под алкоголем? Чё, это какие-то двойные стандарты? Студент ФФ сегодня – это яркий пример того, как желание рубить бобу лопатами, не прилагая к этому совершенно никаких усилий, человек теряет всё человеческое и превращается ни в что иное, как в животное. И самое стрёмное в этой ситуации то, что подобное поддерживается. На подобное смотрят, за подобное платят и подобному стараются подражать. Ведь зачем тратить время на производство какого-то интересного, уникального контента? Зачем стараться над качеством съёмки? Зачем изучать монтаж? Чему тратить всё своё время на то, чтобы сделать что-то по-настоящему стоящее, полезное, развивающее, в конце концов? Тогда можно просто врубить стримчик, закупить парочку баклажечек, и за каждые 150 рубликов убухиваться в говнину. И вот это вот вы смотрите. Я скрою свои глаза, чтобы не видеть этот позор. Я думаю, прямо сейчас никто не будет со мной спорить, что основные потребители контента от студента это люди помладше, детишки. Как человек, уже взрослый, у которого мозг вроде как более-менее работает. Но это не точно. Я хотел бы сказать вам, дети, подобное, это не показатель вашей крутости. Вы не становитесь крутым от того, что на каждом стриме будете выпивать литры водки. Или от того, что на камеру найдёте в себе смелость снять штаны. Вы не будете казаться сильным, если на камеру отмудохаете кровать. Вы не станете сильнее, если порвёте на себе даже 10 футболов. И уж тем более, вы не станете смешнее, если предложите своему другу после стрима заняться чем-то для взрослых. Это то, чтобы сегодня п*** друг друга в жопу. Подобные действия лишь укажут на то, что вы жалкий, больной, лишённый чувства юмора и собственного достоинства человек, готовый ради каких-то жалких копеек на стримах на самые мерзкие и осуждающиеся в нормальном обществе действия. Студент ФФ это настоящий дегенерат, который не нашёл ничего проще, чем кривляться на камеру за ваши денюжки. И честно, я даже не знаю, что здесь печальнее. Бухой тощий клоун с небритой мошонкой танцующий стриптиз за бабки или люди, которые на это смотрят и ему за это платят. На этом у меня сегодня всё. С вами был, как всегда, отец Евген. Подписывайтесь на канал, если до сих пор на него не подписаны. Прожимайте пальчик вверх, если ролик вам понравился. И пишите комментарии, что думаете по поводу всего этого. Оставайтесь с людьми, увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok